Мы продолжаем лекцию Вестгутской Испании и сейчас рассмотрим церковь в структуре Вестгутского королевства. Здесь понятно, речь пойдет уже о Толецком королевстве Вестгутов, о периоде прежде всего после 589 года, то есть после Третьего Толецкого собора. Собственно, именно после Третьего Толецкого собора церковь в Вестгутском королевстве набирает силу, что вполне предсказуемо и понятно. Еще до этого она, начиная с первой, третьей, шестого века, когда мы можем говорить о церкви, к об основном хранителе культуры, при том, что образованных период практически нет, школы, скрипторий, скрипторий, то есть центры, где переписываются книги, да, это переписные мастерские, они, как правило, существуют при библиотеках, но библиотеки существуют при монастырях. Но помимо вот этой роли церкви как хранителя культуры, нельзя не упомянуть и церковь как основную опору Вестгутских королей. Мы отчасти уже говорили об этом в лекции про политическую историю Толецкого королевства, но мы к этому будем обращаться и сейчас, начиная с рекореда католика, Вестгутские епископы всегда стоят рядом с троном, а начиная с седьмого века представители епископата просто становятся соавторами, а затем уже и авторами политической идеологии Вестгутского королевства. То, о чем мы говорили в прошлом эпизоде о королевской власти, это, собственно, все это разработки прилатов в Вестгутске, да, от них не мирян. Административно, пожалуйста, внимание на карту, административно в Вестгутском королевстве церковь включала, собственно, как вы видите перед собой, шесть церковных провинций со столицами. Нарбон, Тарагон, Брага, Мереда, Севилья и Толеда. При этом понятно, что административно это деление во многом повторяет римское деление на провинции. Но мы об этом уже говорили, равно как говорили о том, что самая, как бы сказать, густо заселенная, в том числе церковью, да, зона, это, конечно, Бертика. Если вы посмотрите на провинцию столицы, которая в Севилье и на юг картохенской провинции столицы, церковная столица, которая Толеда, то вы увидите, что вот этих маленьких синих значков, каждый из которых обозначает вообще-то не монастырь, а целую епархию, да, там больше всего, они гуще всего расположены. И опять-таки, еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, вот пока мы еще на этой карте, обратите, пожалуйста, внимание на сеть епархий, как бы сказать, наброшенную на территорию Вестгутского королевства. Необходимо помнить, что епископ, мы об этом уже как-то говорили, епископ в поздней античности, в раннее Светневековье, это не милый седобородый дедушка, которого мы видим сейчас, да, это, как правило, опытный, жесткий администратор, зачастую объединяющий в своих руках, да, судебное и военное иногда даже полномочия, не всегда, но зачастую. Иногда еще это опытный богослов, образованный и создающий при своей епархии центр образования, такие тоже существуют и таких тоже было много, но это всегда администратор, зачастую воин и очень часто политик. Это необходимо держать в голове, пока вот мы говорим о церкви в Вестгутском королевстве. Соответственно, отличительной чертой Вестгутской церкви, ее таким, знаете, маркером, по которому она опознается среди других, являются, конечно, Талецкие соборы. Талецкие соборы, которые были далеко не только провинциальными, что, в общем, ладно, но были ведь и общекоролевские соборы, и их было много. То есть соборы, на которые собирали епископов со всего королевства. А вот такого в запредельных королевствах такой практики не было. Прототип такого общекоролевского собора, как вполне понятно, это Вселенские соборы христианской церкви. Не то чтобы королеви Вестгутов претендовали на статус Вселенской церкви, но это все та же игра вот в антивизантию. Да, в империи собираются Вселенские соборы, у нас собираются общекоролевские соборы. Да, вот епископы со всего королевства съезжаются в Таледо, чтобы обсудить тельные дела. Собственно, и Таледо, да, вы видите, с 2-3-7 века, где-то с 4-го Талецкого собора, да, 633 год. Примерно с этого периода Таледо начинает оформляться не просто как урбс-рейгия, но и как главный город всей Испанской церкви. То, что потом перерастет в титул примаса Испании, который будет носить митрополит Таледо. Не только как митрополит, но и как глава всех епископов королевства. А, соответственно, еще один момент. Если мы говорим про общекоролевские соборы, то есть про соборы, куда собирались епископы со всего королевства, председательство на таких соборах всегда обязательно король, вот как на миниатюре, которую вы видите, да. Почему это важно? Потому что на Вселенских соборах церкви председательство, как вы, я надеюсь, помните, император. То есть здесь мы тоже видим вот это вот отстраивание себя от империи. Там Вселенские соборы председательствуют император, а у нас общекоролевские соборы председательствуют король. Такие соборы начинались всегда одинаково. У нас существовал свой регламент, знаменитый Ордо де Целебрандо Концилии, то есть, как бы сказать, чин проведения соборов. Начиналось заседание всегда через час после восхода солнца и продолжалось до заката, затем перерыв на ночь. Длились соборы по нескольку дней, иногда довольно долго. Они проходили в одной, ну, королевские соборы чаще всего в базилике святых Петра и Павла в Толедо, но не всегда могли в базилике святой Леокадии или еще где-нибудь, да. Но обычно он все-таки Петр и Павел. Сначала в помещение входили епископы, затем пресвитеры, но вы видите, за ними уже входили дьяконы. И если предполагалось заседание с участием мирян, то дальше входили миряне, собственно, и песцы. Если без мирян, тогда следом входили просто песцы. Королевские соборы начинались с соглашения. Король составлял такое послание к собору по латыни, это называлось Томус Региус, дословно, королевский том, конечно, но это далеко не всегда, просто по собственному опыту, да, это далеко не всегда был именно том, вот книга. Это просто развернутое, зачастую длинное, подробное послание короля к собору, в котором король проговаривал, что он хочет от собора на этот раз, к чему он хочет привлечь внимание собравшихся епископов, какой помощи от них просит, каких решений от них ждет. Это, как правило, не касалось сугубо церковных дел, эта повестка составлялась самим епископатом, да, но все, что касалось политических, общецерковных вопросов, это прописывалось в Томус Региус, да. Сначала обсуждали сугубо церковные дела, потом переходили уже к обсуждению мирских проблем, и дальше, смотрите, когда собор закрывался, перед закритием собора, вслух читали проект постановлений, то, что вот потом называется каноны такого-то собора, да. Соответственно, писцы зачитывали вслух проект постановлений, разрешалось вносить изменения, поправки, но по старшинству. То есть сначала епископы, а из них сначала митрополит Толедо имел голос, потом все остальные, вот, потом остальные митрополиты, потом епископы. А вслед за епископами уже пресвитеры, да, дьяконы крайне редко давали поправки. Поправки голосовались, и если принимались, то их текст вписывался сразу же в постановление. Вот. Иногда, если собор имел общекоролевское значение, и если королю было всерьез важно, что на нем происходило, то зачастую издавался так называемый «Lex in Confirmation of Conciliae», дословно это закон в подтверждении собора. То есть Караул издавал акт, отдельный, да, отдельный закон, которым придавал решением собора, вот сейчас внимательно, силу закона. Таким образом, постановление Толецких соборов, в чем еще, собственно, их значимость, да, и во многом уникальности в истории, постановление Толецких соборов, то есть, еще раз, собраний духовенства, имели силу закона далеко не только для духовенства, но и для мирян Вестгодского королевства. И вот этот момент вы, пожалуйста, имейте в виду. Вот когда мы говорим про симфонию, Вестгодскую симфонию церкви и королевской власти, мы, в частности, говорим вот об этом, да, про то, что решения соборов были обязательны к исполнению и подкреплены авторитетом королевской власти. Собственно, ну, дальше давайте просто пробежимся по основным Толецким соборам. Все, разумеется, перечислять не будем, обратите внимание, пожалуйста. Ну, Третий Толецкий стоит особняком, это принятие гутами христианства римского обряда. А вот начиная с Четвертого собора, по нарастающей, да, смотрите, идет законодательство, защищающее королевскую власть, ну, то есть, объявление священного характера, неприкосновенность лица монарха и его семьи, запрет преступлений против короля, категорическое осуждение, да, тут же средство расширения прав королевских детей, параллельно идут, разумеется, регламентации, расширяется, расширяется регламент выборов короля, простраивается, да, вот, и, собственно, вторая, это вот одна, если хотите, красная нить постановления о защите королевской власти, с той или и другой стороны, всегда были важной частью соборных постановлений, вот, начиная с 633 года, с Четвертого собора, да, второй такой же нитью становится антииудейское, антисемитское законодательство, оно разрабатывалось именно в рамках собора, прежде всего, соборов, и шло понарастающее от Четвертого собора и дальше, вот, до 16-го, при этом, вот, обратите внимание, что на 18-м соборе при Рецессвинте принимаются, в частности, постановления об обязательном крещении всех евреев и принимаются меры против криптоиудаизма, то есть, если кто-то официально крестится, а в тайне продолжит исповедовать веру своих отцов, вот, то есть, наконец, еще одно, не то чтобы красная нить, но важная составляющая соборных постановлений, это цикл норм, тянущихся с 6-го Толецкого собора, прежде всего, да, это нормы, защищающие права Вестгутской знати, Вестгутской знати. В ходе до того, что в 683-м году, вскоре после косметича Духса Павла, затем свержения Вамбы, был принят на 13-м Толецком соборе, был принят цикл постановлений, содержащих процессуальные гарантии Вестгутской знати, запрет осуждать без суда, запрет осуждать в отсутствии подсудимого и так далее. То, что испанский историк Хосе Эрланди Серовира, историк церкви, да, даже назвал как-то Вестгутским хаберскорпус актов. Ну вот на этом мы остановим разговор о церкви и дальше перейдем к последнему эпизоду в этой лекции, да, к разговору про образование и литературу в Вестгутском королевстве. Спасибо.